Беседы блогера Дмитрия Пучкова и историка Клима Жукова всегда интересно смотреть и слушать, но в них есть небольшой недостаток, когда речь идет об исторических событиях. Видео маловизуальных планов. Порой хочется не только слышать, но и видеть то, что происходило в древней эпохе. Я решил разбавить беседу двух интереснейших собеседников изобразительным рядом, чтобы зрителям было интереснее и познавательнее на это смотреть. Ссылку на оригинальный ролик я дам в описании. Если Дмитрий Юрьевич или Клим Александрович посчитаете это видео неуместным, то просьба не подавать жалобу, а написать мне ВКонтакте. Ссылка в конце видео. По первому же требованию видео будет удалено. Клим Александрович, добрый день. Всем привет. Итак, наши парни отправляются в заморский поход. Да, наконец-то четвертый крестовый поход принялся куда-то ехать. А то они сидели там бесполезно на острове Лидо до лета 1202 года. Ну и как-то пришлось действовать. Венецианцы, как мы уже помним, поставили крестодосов в крайне неудобное и практически безвыходное положение, потому что денег они уже должны и надо отдавать, это во-первых. А во-вторых, самое главное, сами еще ничего не заработали, а ради чего все это было. Поэтому венецианцы выкатили им предложение не завоевать ли нам Задар. Ну так, правда, конечно, он венгерский, там живут католики, а венгры вообще участвуют в крестовом походе в святую землю. Но Задар-то нужен? И, конечно, сразу встал вопрос, а что по этому поводу скажет Папа Римский? Вот мы помним... Христианин известный. Там пунктик был такой, что если мы по дороге поднимем руку на любых христиан, нас от церкви отлучат, и крестовый поход сразу на этом закончится, потому что отлученные от церкви люди не участвуют в крестовом походе, это просто будет какая-то группа вооруженных людей, которые занимаются какими-то своими делами. А ведь удача-то в Тарстве Небесное попасть при помощи этого мероприятия, не только денег заработать, но еще от грехов от всех очиститься, и сразу же все будет нарушено. Это, конечно, был момент напряженный, потому что, во-первых, да, часть крестоносцев с острова Ледо просто дезертировала. Правда, конечно, не нужно думать, что они очень сильно боялись за свою бессмертную душу, хотя, конечно, видимо, боялись, но, как мы видим вообще во всей контекстной истории, владительные сеньоры бывали отлучаемы от церкви регулярно, ничего их не останавливало вообще. Ну, отлучили, и что теперь? Ну, Филиппа 2 августа отлучали, и что, ему как-то хуже, что ли, стало? Нет. Поэтому, в первую очередь, конечно, люди не хотели участвовать в мероприятии венецианцев для венецианцев, потому что новые условия договора, к которым пришёл Бонифаций Бонферратский в ходе переговоров с должем Энрико Дандола, говорили о том, что задар завоёвывают для Венеции в отработку отсрочки. То есть, себе, ну, нет, понятно, что награбят чего-нибудь, но, тем не менее, от обязательств перед византийцами взятие задара крестоносцев не избавляет, и поэтому, конечно, большая часть людей, которая оттуда уехала с острова Валидо, а просто не хотела участвовать в авантюре венецианцев для венецианцев. Вот для себя совсем другое дело. Ну, а работать на кого-то непонятного – это уж извините. Правда, большинство осталось, вот что важно. Потому что для большинства захват задара – это был, во-первых, способ всё-таки подзаработать лично для себя, не на весь поход, для себя. Ну, а, во-вторых, продолжить предприятие. Потому что для любого войске было понятно, что без венецианцев они в самом деле никуда не доедут, куда бы они ни собирались. А значит, нужно выполнять условия. Пётр Капуанский, как мы помним, легат Папы Римского, был прикомандирован к войску, и именно перед ним поставили вопрос – что делать? Что делать? Мы же так в Севат попадём. Конечно, Пётр Капуанский высказался в том духе, что нет, что вы там наподписывали, нельзя ехать в задар, бросьте, король Либри – это король крестоносец. Опомнитесь. Опомнитесь. На что ему вожди похода, оставшиеся на острове, сообщили, чтобы под крестовый поход подписались, обет приняли и обет будем выполнять как настоящий рыцарь любым способом. После чего легат обратился в Рим и предупредил Папу о том, что что-то тут пошло не так. Они как-то слишком буквально поняли свои обязательства и, кажется, сейчас будут воевать с Англии. Что делать, шеф? Как подтверждает папский биограф, легат своевременный и очень ясно открыл Папе злое намерение венецианцев, потому что это же явно, это же официальное папское жизнеописание, которое сразу говорит, что во всём виноваты были только венецианцы. Он же прямо заранее. И в Венецию, что характерно, сразу отправили посольство во главе с аббатом де Лочеддио, где венецианцам выкатили предупреждение, что нельзя так делать, потому что вы будете все отлучены обязательно от церкви. Но этим-то не привыкать. Во-первых, этим не привыкать, потому что венецианцев довольно часто отлучали от церкви. Опять же, им это не сильно вредило. А вот Пётр Папаторимский, пока Пётр Капуанский, находился в лагере у крестоносцев, тогда же, когда вопрос о походе на Задар находился в стадии первого чтения, пока его не следовательно на первое чтение, у легата спросили, что делать. И легат, напомню, это официальное лицо, которое прикомандировано Папой, т.е. полностью осведомлено о тонкостях, политике и задачах, которые Папа ставит перед ним и крестовым походом, ответил буквально следующее – простительнее и менее позорно искупить малое зло великим благом, нежели оставить обет крестового похода невыполненным и вернуться на родину, принеся с собой вместе с грехами ещё и бесславие. Уловка обставляют. Да. А после этого, вот после этого, вы представляете, легат бросился к Папе жаловаться, произнеся такие слова. Т.е. понятно, что дальнейшая история с публичным оглашением возможного отлучения – это не более, чем внешнее обставление приличий. Что-нибудь как Папа может по-другому сказать, но если они прямо нарушают его указания не втупать в войну с христианами – значит, им нужно угрозить отлучением, вот и всё. По этому поводу есть очень интересный источник, написанный анонимом из Хальберштадта. Аноним – понятно, мы просто не знаем имени хрониста. То, что это был хронист, личный хронист епископа Конрада фон Кройзиха… Кройзих! Крестовый. Да, крестовый. Который участвовал в походе, то он данную ситуацию так обрисовывает – тот легат, то есть Пётр Капуанский. Прямо ответил, что Папа предпочитает лучше скрыть от крестоносцев что-либо неподобающее, чем освободить их от обета этого похода, и дал ему окончательный совет, чтобы он, епископ Конрад, никоим образом не отъезжал от войска, постарался бы сделать, что сумеет, дабы вынести их гнусности, которые они могут совершить. И тогда епископ примкнул к соглашению, так же, как и четыре аббата цистерцианского ордена, которых Папа специально назначил, чтобы они, словом и примером, возглавляли войско крестоносцев. То есть, во-первых, епископу Конраду, который был прикомандирован в немецкой части войска, Папа ясно советовал, во-первых, не уезжать из войска во время похода, а они в это время направлялись прямо в задар, т.е. к братьям-католикам, и порекомендовать собственному военному руководству не раскрывать планов простым крестоносцам, чтобы не было преждевременного дезертирства. Мало ли что. Вот, т.е. это таким образом была вынесена концепция малого зла, которая потом сыграет ещё раз, в куда большем масштабе, когда крестовый поход ещё раз поменяет собственное направление на Константинополь. Т.е. есть великая цель, а ради великой цели можно принести в жертву некое малое зло, которое потом будет полностью искуплено и оправдано, достигнутое великой целью. Подходит ли здесь известная тирада – цель оправдывает средства? Да, конечно. А как, собственно, иначе? Это вот оно и есть – цель оправдывает средства. Тут же самое главное нужно вот о чём сказать – что Папа собирал со всей вообще католической вселенной одну сороковую часть церковных доходов. Т.е. суммы просто бешеные, они непредставимы. Тем более, по меркам начала XIII века – это же живые деньги фактически. Вопрос продолжения крестового похода в Египет был ровно в одном – в 34 тысячах марок. Эта сумма для Папского престола, конечно, была не копеечная, но, мягко говоря, она была меньше того, что собрали на крестовый поход. Гораздо меньше. Т.е. нужно понимать, что основную часть этих денег Папа просто прикарманил. Молодец. И даже не подумал вообще расплатиться за недозначу. Вот даже предложения такого не поступало. Вот 51 тысячу притащили светские властители. Ты читал такую замечательную книгу Лео Таксиля «Священный вердеп». Да, конечно. Всем рекомендую. Для ознакомления с деятельностью Пап. К прочтению. Вот, словом, собрав деньги, Папа даже не подумал выручить крестоносное воинство. Зачем? То есть, все, что произошло в дальнейшем, если его даже очень сильно не устраивало, то его прямая вина в этом есть. Хотя, конечно, у меня есть однозначная убежденность, исходя из всех косвенных источников, которые мы привели в прошлой беседе, что Папа отлично знал, куда они едут и был готов оправдать все абсолютные мероприятия, которые они по дороге предпримут. Потому что самая главная цель была – это, конечно, покорение восточной церкви. И вот 8 октября 1202 года флот крестоносцев отплыл с острова Лидо. Там было свыше 70 галер, 150 нефов и юиссея. Юиссея – это такой транспортный десантный корабль. Считается, что это просто транспортный корабль, где можно лосудей было перевозить в трюме. Но из сочтения Робера де Клари мы знаем однозначно, что у них были сходни, с которых прямо со сходин мог десантироваться не просто конь, а всадник в вооружении на коне, т.е. Саппорелли. То есть, где-то 220 или приблизительно так кораблей 11 ноября прибыли к Задарской гавани. И, как обычно тогда было принято, серьёзные гавани, порты защищали железной цепью, которая перегораживала вход. Вот эту цепь. Видимо, штурмом взяли укрепление, из которых цепь была спущена, и опустили её. Вся флотилия вошла в город. В гавань, прошу прощения. Хорваты и венгры, в общем, видимо, уже к тому времени знали о движении крестоносцев, потому что, как говорит Робер де Клари, вооружились самым лучшим образом, как люди, решившиеся защищаться. Впрочем, это не помогло. В течение пяти дней город непрерывно штурмовали, обстреливая из требушетов и баллист, пробили ворота, пробили стены, и после пяти дней последовательных штурмов ворвались в город и, в общем, без больших проблем выиграли уличные бои. Город был взят. Прямо там, уже не просто в христианском, а конкретно в католическом городе был учнён погром с грабежами, в которых участвовали, естественно, и венецианцы. Потому что, мало того, что это для них город завоёвали, так ещё три четверти добычи непосредственно взятой была их. По договору. Как пишет Робер де Клари, непосредственный участник событий. Разграбления продолжались ночь и ещё полдня. И были столь велики, что рыцари лишь с большим трудом могли разнять их. Ну, т.е. простых рыцарей, имеется в виду знатные рыцари, простых рыцарей и пехотинцев, которые грабили город, отнять от города просто. Т.е. пришлось останавливать грабёж. Мне кажется, конечно, что тут они венецианцы, а как же, простите, это же мы себе город взяли, сейчас вы его сроете, чем мы тут будем управлять, уймите свой личный состав, они же сейчас всё сожгут. Завоевание Задара – это был первый успех крестоносного мероприятия. Т.е. у католической Венгрии страны крестоносцы, крестоносцы отжали город для венецианцев. Начало неплохое, да. Иннокентий III, как это написано в его жизнеописании, в деяниях выразил безмерную скорбь. Сейчас это, кстати говоря, постоянно происходит. Где-нибудь в Афганистане ракета в свадьбу упадёт, ну и президент США выражает безмерную скорбь. И извиняется ещё. Да. Извините. Не со зла. Что характерно, немедленного отлучения не последовало. Вот это важно. Немедленного отлучения не последовало. Было подготовлено некое информационное письмо, где папа сообщал, что пусть рыцари не прибавляют греха, к греху пусть воздержатся от дальнейших разрушений в Задаре и возместят ущерб, нанесённый венгерскому королю. И вот если они ослушаются, вот тогда будет отлучение. То есть, это вот такой верх даже уже не средневекового, а конкретно современного цинизма. Сейчас так всё происходит обычно в международной политике. Но вот тут-то, конечно, уже инициатива снизу крестоносная, она, в общем, перевесила даже очень большую чашу папского терпения. Потому что, как говорит хронист Гюнтер из Перри или Гюнтер Перриский, воины господни подняли руку на застояние короля венгерского, которое он, приняв знамение креста, перепоручил покровительство Стоу Петра, верховного понтифика. То есть, грабежи продолжились. То есть, видимо, не только... Я имею в виду, что он уже не в самом задаре, а в окрестностях. В город-то, видимо, так как он отошёл к венецианцам, там вряд ли были какие-то серьёзные беспорядки. Хотя, конечно, может быть, были несерьёзные, мы не знаем. А вот округу приняли шмонать. Тем более, что это же уже всё, ноябрь. То есть, уже точно ясно, что до окончания зимы никто никуда не поплывёт, т.е. там придётся зимовать. А зачем время терять? При этом, конечно, рыцарское войско было несколько фраппировано тем, что оно сделало, и отправили четырёх рыцарей послами к Папе Римскому. Кстати, их возглавлял пятый епископ Невилон из Суассона. Француз, т.е. Вот они изложили обстоятельство дела. Как-то так получилось, что они оказались в задаре, и почему-то его взяли? Просили прощения очень сильно. На что Папа Римский, конечно, вынуждён был реагировать, потому что он оказался в двусмысленном положении, потому что да, тайна дипломатии, тайна дипломатии, но публично-то его постановлениями буквально подтёрлись, а он же не просто так, это же божье постановление, а не его личное. И таким нельзя подтираться, по крайней мере вот настолько. Цинично и прилюдно. Цинично и прилюдно. И, конечно, послов приняли очень сурово, т.е. не было перов, т.е. всех посадили в приёмную. С строгости. Подождайте, да. И тут же отлучили крестоносцев от церкви. Правда, через некоторое время к войску выехал всё-таки Пётр Капуанский, который привёз прощение крестоносному войску, если они выполнят некую святую цель. А вот от церкви отлучили только венецианцев, потому что это венецианцы принудили рыцарей Христа отправиться в Задар. Ну, этим, повторимся, не привыкать. Да, этим не привыкать, просто потому что самое главное, что было в отлучении от церкви... Ну, кто-то думает, что там сейчас все немедленно думают, что в ад попадут. Да, этого опасались, не могли не опасаться, но самое главное, что церковь в то время полностью подменяла все официальные органы, которые есть сейчас государственные. То есть, церковь – это официальное заключение браков, церковь – это регистрация рождения ребёнка, после чего он вообще приобретает какое-то правосостояние, церковь – это отпевание омерших, когда их можно хоронить на государственных кладбищах, после чего, собственно... То есть, это вот всё. Отлучение от церкви – это прекращение богослужения, а значит, у вас все официальные органы регистрации сразу по всей стране прекращают работать. Это просто парализует жизнь фактически. Тем более, что церковь, ко всему прочему, во многих местах исполняла роль Палаты мер и весов. То есть, да, это конкретно к богослужебной функции не относится, но там хранятся эталоны веса, эталоны меры, и вот у вас всё это сразу прекращается. Вы церковать ничего не сможете, допустим. А в Венеции отлучение от церкви – это было чисто такое душеопасное мероприятие, потому что в Венеции церкви почему-то продолжали всё равно работать. Ну, потому что подчинялись ДОЖу все. А ДОЖ всем попам сообщал – продолжаем молиться, отпевать, крестить, а я пока договорюсь. И всегда договаривался, что характерно. Да. То есть, я, например, не могу… Может быть, я что-то упускаю, но если кто-нибудь из коллег знает случай, когда отлучение в Венеции реально срабатывало, то есть церкви прекращали фактически работать. Ну, сообщите мне, я просто про такое не слышал, не читал. Это, опять же, ничего не значит, я не могу всё знать, но тем не менее. Что интересно – папа Иннокентий не зря получал высшее юридическое образование, потому что венецианцы же везут крестоносцев, и они отлучены от церкви. Папа написал, что венецианцы анафеме преданы, но это не должно мешать воинам Христовым использовать их флот. Молодец. Настоящий юрист. Там какая-то очень хитрая такая была казуистическая формула использована, что за прегрешение Дожи и Дрика Дандолу его подданные несут малую ответственность, а крестоносцы, которые просто используют их как транспорт, несут ответственности вообще никакой, и поэтому едьте куда ехали. Отлично. Ну, а так как едьте куда ехали, значит и деньги они по-прежнему венецианцам остались должны, т.е. отлучение никак не аннулировало договор, который скреплял Папа Римский. Да, конечно, пришлось зимовать в городе, потому что всё, ноябрь, шторма, путешествие даже каботажное уже просто смертельно опасное в это время. Да, один-два корабля они бы и проскочили, а там же вопрос в том, что нужно войско, не потеряв никого, довезти, а это уже сложно. Задар большой, удобный город, хороший порт, и там решили зазимовать. В начале 1203 года, буквально после новогодних и рождественских праздников туда прибывают послы Филиппа Швабского, которые выступают перед хрестоносцами с яркой идеей поддержать молодого наследника Алексея Четвёртого Ангела. И вот Дош-Энрико и Бонифаций Монферратский вдруг поддерживают такое предложение. То есть, пока они там сидели, понятно, была куча совещаний, военных советов, разбирали, что будут делать дальше, и прямо начальник крестового похода Бонифаций и главный флотоводец Энрико Дандола высказываются, что надо поддержать, потому что, вы посмотрите, целая империя стонет под пятой узурпатора. Империя христианская? Да, конечно, они схизматики, но это мы теперь говорим – православные католики. Для человека 13 века такой разницы не было. Для православного католики, для католиков православных – это были, да, христиане, внутри одной большой церкви, которые просто занимаются чем-то непонятным, но всё равно это христиане. Это потом, очень скоро. Эта великая схизма 1054 года разрешится окончательно, т.е. она станет настоящей схизмой, когда католик и православные станут друг другу хуже еретиков, ну или, как видимо, просто еретиками, т.е. отверженными, т.е. искажающими христианское учение людьми хуже мусульман гораздо. Ну, просто потому что мусульмане просто неверные, они не в курсе. А эти люди, которые в курсе и специально портят христовое учение, а значит они хуже мусульман однозначно совершенно. Пока этого ещё нет. Для этого потребовались известные события, о которых мы сейчас будем говорить, но христианская... Вот сейчас просто обратите внимание, что христианская империя стронет под Петро и Журпатора тогда, когда законный император сидит в заключении, а его наследник вынужден скитаться на джужбине. Вот, собственно, наследник. Посмотрите, как он страдает. Страшно. Все расплакались, конечно, тут же, принялись его жалеть, и вот в лице своих высших руководителей решили его притязание поддержать. Ну и, конечно, тут же рядом образовались некие венецианские купцы, которые сказали, что, слушайте, а мы готовы вложиться деньгами в это предприятие. Частным образом. Ну просто посмотрите, вот вы сейчас в Константинополь плывете, но ведь вам же база-то нужна для того, чтобы высаживаться в Святую Землю? Это вам что, каждый раз вот так вот из Англии, из Франции мотаться? Нет, ну давайте... Слушайте, а вот это хорошее место, между прочим, Константинополь, мы там бывали. Если вы не бывали, поверьте нам, там удобно очень. Порт большой, город большой. Если вы его себе оставите, вам же ближе будет потом куда угодно ездить, пожалуйста, хотите в Палестину, хотите в Египет? Все мечты вам будут открыты. А мы вложимся деньгами в это предприятие. И тут даже крестоносцы рангом пониже, чем Бонифаци и Бонфераски задумались. А что мешает-то в самом деле? Это же довольно хорошее предложение. И мы благое дело сделаем, т.е. вернём законную власть в целую византийскую, между прочим, Римскую империю, восточную её часть, по крайней мере, и себе обеспечим свободный доступ к цвету земли. Но, конечно, от таких пошлов устоять было совершенно невозможно, тем более, что с третьей стороны выступил сам принц Алексей IV, который обещал, что после того, как ему вернут престол, он заплатит крестоносцам 200 тысяч марок. Т.е. это уже совсем серьёзная сумма, перед которой невозможно было устоять. Даже таким крепким христианам, как они. Конечно, конечно. Денечки неплохие. Плюс он обещал сразу после восстановления престола выставить войско в 10 тысяч человек для наступления на Египет и содержать за свой счёт 500 рыцарей на постоянной основе в этой земле. Ну т.е. 500 рыцарей – это значит минимум 1500 человек, т.е. рыцарь, его оружие носит как бойцы и минимум один паш, который их обслуживает. Целая армия фактически. Да. Первым сдался Бонифаций Монферратский и подписался под соглашением о походе всего лишь на столицу Римской империи. И дальше вслед задолжим Энрика Дандола, который, конечно, буквально принудили, он же не хотел. Его принудили фактически. Ну а дальше свои подписи оставили духовные вожди – это епископ Петруа, Суассона и Хальберштадта. А Дандола принимал во всём этом непосредственное участие, да? Да. Он сам лично ехал. И более того, он там ещё остался на год с личным Дандолом после всего. Ну и тут, конечно, начались разногласия. Потому что, во-первых, часть рядовых рыцарей и рядовых воинов, которая была убеждена, что участвуют в христовом паломничестве, они, во-первых, немножко офонарили от того, что они как-то оказались в Задаре, и тут выяснили, что в Святую Землю мы вообще не едем, а мы едем в Византию. И часть просто дезорганизованно сбежала из войска, просто от перспектив. И от христового воинства отделился всего лишь Симон де Монфор – один из вождей похода. Со своими людьми просто взял и ушёл. Потому что, опять же, этот человек отлично понимал, что дальше он будет участвовать в венецианской авантюре ради венецианцев, ему это было совершенно не нужно. И поэтому он, сославшись на то, что мы сейчас тут нарушим все христовые заповеди, и я уже боюсь. Уже-то нехорошо после Задара. А он и свалил. Я вот сейчас так цинично выражаюсь по поводу того, что вот эти меркантильные, мерзкие... Скажи, что откуда ты знаешь, ты всё придумываешь? Это твоя даже не реконструкция, а домыслы твои. Но позвольте, позвольте. Вот буквально только что, в 1201 году, когда вся эта братья собиралась в христовый поход, вот примерно половина этих сеньёров из Южной Франции, например, которые отправлялись в христовый поход, они ж каялись публично в том, что они грабили аббатства, монастыри и отдельные церкви на своей территории. Просто грабили военной силой. Если они грабили эти военные силы у себя в малом масштабе, то что им мешалось делать ещё раз так же в большом? Это была постоянная вообще история, что монастырь, аббатство аккумулируют в себе огромные средства. Во-первых, оно не облагается никакими налогами, это в отличие от рыцаря или даже герцога, который так или иначе больше, меньше, но обязан уделять центральной власти в это время уже однозначно, т.е. ему хоть иногда, но налоги приходится платить. Я лично-то, естественно, он как двойленин, не налогооблагаемая фигура. А монастырь вообще ничего не платит. Более того, монастырь собирает динарий святого Петра, т.е. церковную десятину, и, видимо, отправляет в Рим не всё. Ну и, как минимум, вы аккумулируете средства и имеет возможность их прокручивать. Вот у вас год, эта церковная десятина в монастыре валяется, т.е. серьёзная сумма. Так вы за год успеете купить себе 2-3 земельных участка, получить с них прибыль и деньги потом отправить обратно в Рим. Ну, в смысле, по адресату в Рим. А участки-то земельные, которые приносят прибыль, вот они, где уже больше никуда не денутся. Поэтому церковь аккумулирует у себя в руках огромные средства. И вот какой-нибудь шампанский граф. Посмотрев, как шикарно они живут. Ну, сам-то он, конечно, не пойдёт на большую дорогу. Что за ерунда. А вот какого-нибудь своего младшего вассала, какого-нибудь там же Фроадо-Адер-Азардоина, отправить грабануть монастырь. Ну, так, чисто, чтобы немножко они поделились. Почему бы и нет. Более того, это вот с XI века продолжается постоянно вообще. Все эти люди регулярно занимались тем, что грабили собственных попов. Ну, попы грабили их, как они считали, а они потом попов военной силой. Вот и всё. Ну и, как мы видим, крестовый поход вторично и уже в последний раз поменял маршрут. Не нужно думать, что эта идея ограбить Концентинополь, захватить часть византийских земель была новая. Мы отлично видим, что с византийцами с XI века, во-первых, воевали в Южной Италии и на Сицилии норманцы. Ружер Гвискар, Боэмондо Торенский и все эти прекрасные люди. Боэмондо Торенский прямо воевал с Византией на византийской территории. То есть, в Хартленде, не в Италии, которая, в общем, как бы мы могли сказать дальняя колония, а прямо там, в Хартленде, точно так же конфликты с Византийской империей начинались прямо во время Первого Крестового похода, который находили до прямых боевых столкновений. И в дальнейшем ничего, в общем, не поменялось, а наоборот, только усилилась. Все видели, что Византийская империя слабеет. Она уже не представляет из себя той сокрушительной мощи, какой она была в VI веке и даже какой она была в начале XI века, когда находилась там буквально на пике могущества, начиная от царствования Василия II болгаробойца и несколько позже, когда с ней ни одна европейская держава какой-то там тягаться, посмотреть в ту сторону было страшно. Потому что, во-первых, такая территория, такая военная мощь чисто мобилизационная и такая военная организация, которая даже не снилась вообще в то время в Европе, теперь все было немножко не так. Потому что только что буквально в 1190-х годах от Византии отвалилось целиком вся болгарское царство. То есть, тогда еще не царство, а Болгария. Она полностью отпала от Византии и образовалось снова второе болгарское царство во главе с царем Калаяном. И византийские императоры вынуждены были, во-первых, воевать с ними напрямую, во-вторых, в Македонии и Фракии поднимаются восстания, которые поддерживают болгары. Потом, когда болгаров признают царством, они их перестают поддерживать, восстания подавляют, уничтожают зачинщиков. Ну, это же не добавляет никаких сил империи. То есть, по факту, каждая деспотия, каждая территория – это было такое условно независимое в себе государство со своими интересами, с интересами, самое главное, своей знати, которая эту территорию возглавляет, которая далеко не всегда и чаще всего пересекается с интересами центров Константинополя. Есть Константинополь, который заинтересован в том, чтобы и дальше отдаить со всех налоги, которые вообще непонятно куда идут. То есть, простой народ, купечество, ремесленные низы и даже аристократия, а особенно локальная, местная аристократия вообще не понимает, зачем отдавать деньги в Константинополь, где их всё равно разворуют – это самое главное. Что-то мне это напоминает. Да, потому что там есть система, которую умеет прощать. Есть несколько десятков семей, которые управляют буквально всем. Да, они богатые день и до дня, но это никак не сказывается в хорошем смысле на благосостояние. Да Бог с ними сподданными. Вот нас, хороших людей, мы же тоже, между прочим, знать. Нам от этого вообще никакой пользы. То есть, Византия слабит, а значит, не только можно, но и обязательно нужно от неё ещё чего-нибудь оторвать. И начиная со второго крестового похода, вот эти вот маленькие локальные конфликты с Византией – это, в общем, рутина, это постоянно какие-то набеги, постоянно какие-то конфликты. И, наконец, во время третьего крестового похода византийцы в союзе с Саладином, и, как я уже говорил, должны были припомнить, и вот-вот припомнят. Для этого на Западе разработали именно вот уже в это время конкретную теорию о том, что война со схизматиками православными – это тоже справедливая божья война. То есть, раньше про такой даже заикнуть же нельзя было. Какая-то божья война? Нет, ну конечно, выливать-то пожалуйста. Кто же вас остановит-то? Мы бы, конечно, хотели, но видим, что не справляемся. Но объявлять это справедливой войной нельзя. Ни в коем случае. И вот схизматики православные признаются постепенно еретиками, и Иннокентий Третий, по словам английского хрониста Роджера Уэндворта, это христиане, которые отказываются повиноваться власти святого Петра и препятствуют освобождению Святой Земли, т.е. являются хуже сарацином. Конечно, Иннокентий Третий прямо не одобрял захват Константинополя. Т.е. не было такого, что папа скарстовьте. Все на Константинополь прямо своей энцикликой, прямым текстом благословил бы изменение маршрута крестового похода. Но, исходя из всех изложенных документов и нарративных источников, мы понимаем, что да, он был заинтересован в изменении маршрута, соблюдая при этом видимость приличий. Это было очень важно, конечно, потому что папа – это не просто политик, это не просто финансовый магнат, как бы мы его сказали, это ещё и очень важная публичная фигура, т.е. каждое его слово, каждое его публичное действие вызывает огромный, как бы мы сейчас сказали, пиар-эффект. Поэтому папа всегда обязан был соблюдать, вот лично он, видимость приличий и то, что его курия не нарушает собственных предписаний. А под ковром там, конечно, происходило всякое. Это было не публично, поэтому публичные функции папа исполнял куда более свято, чем духовные функции. Было повторено ещё раз, что да, венецианцев-то мы отлучили, вы прощены, так как вас венецианцы вынудили напасть на христианские земли, но в дальнейшем этого делать нельзя. И тут папа великолепно оговаривается. Т.е. даже если это в католический официоз проникло, нужно, точнее даже не нужно, а невозможно представить, что конкретно папа имел в виду. В полном смысле. Оговорка важная. Слушайте внимательно. Итак, нельзя нападать на христианские земли. Разве только они сами станут необдуманно чинить препятствия вашему походу или же представится какая-либо другая справедливая и необходимая причина, по которой вы сообщёте нужным действовать иначе. Молодец. То есть, о чём это? Они первые начали. Вот тогда можно, если они первые начали. Волки, кто сожрал овцу? Она первая полезла. Я, конечно, не думаю, что Иннокентий Третий был уверен в том, что Исаак... Прошу прощения. Да, ну, Исаак Ангел и его сын Алексей Четвёртый, зайдя на престол, немедленно принудят патриарха кунии. Я думаю, что папа всё-таки был несколько более здравомыслящий. Но как только во главе окажется прямой ставленник, который зависит от папского престола, вот тогда воздействовать на патриарха можно будет уже совсем по-другому. Вот Гюнтер Переский из Эльзаса хронист. Монах, естественно. Он был хронистом аббата Мартина, который присутствовал в лагере грационосцев. Вот с его слов записано так, что верховный понтифик с давних пор не любил Константинополь и очень хотел, чтобы он, если возможно, был завоёван... Внимание! Без кровопролития католическим народом. Завоёван без кровопролития католическим народом. Каково? Отлично. Ну, если случилось кровопролитие, отмолим. Ну, придётся, что так решили. И вот в апреле 2003 года крестоносцы отъезжают из Задара на остров Корфу. Где-то 25 апреля из Задара туда же прибывают две галеры, которые привозят Алексея Четвёртого на Корфу. И там, во-первых, подписывается окончательное соглашение между византийской стороной и крестоносцами. Так как у Алексея Четвёртого нет никаких денег вообще, кроме тех, которые ему немцы дали. Немножко Deutschmark. То ему договариваться с окружающими можно было ровно одним способом. Он начинал раздавать викселя. Он, конечно, сразу занялся подкупом баронов, потому что это же был византиец, он же кое-что раздал про интриги. Немножко больше, чем мы с вами, я вас уверяю. И поэтому он принялся просто сепаратно, вылавливая всех этих вельмож. Одному обещал 900 марок, графу Душенполю, например, обещал 600 марок. Графу Фландерскому 900 марок. И вот так вот он уже раздал авансов сверх тех 200 тысяч, которые он обещал вообще по договору. Лично каким-то господам что-то, по-моему, еще тысяч на 50. Я сейчас точно не помню, но векселей там было изрядно. Когда он должен был уже не всему войску, а конкретным господам по отдельности. Ну, чтобы они его лично поддержали, если что. Такая вот личная гвардия. Это вот была третья точка после острова Лидо. То есть, остров Лидо, Задар, остров Курфу, где еще одна часть спецназов отделилась от войск. Она была не очень большая, но, тем не менее, часть ушла. Потому что ехать теперь в Константинополь опять... Вот ровно по тем же самым причинам в чужой авантюре эти авантюристы участвовать не хотели. Они хотели в своей авантюре участвовать. Часть вернулась домой, часть попыталась добраться до Святой Земли. Да, часть, я повторюсь, этого крестового похода, она реально приплыла в Святую Землю. Потому что часть людей стартовала вообще из Марселя, из Южной Франции. Часть воспользовались Пизанскими и Генуэльскими флотами. Они, да, доезжали до Святой Земли. Это, конечно, были какие-то маленькие разрозненные отряды, но, тем не менее, они вливались в общее крестоносное войско, которое было с той стороны Средиземного моря. Вот оппозиция, которая отказывалась плыть, по мнению известного болгарского специалиста Борислава Примова, объясняется в первую очередь опасениями части рыцарей и сеньоров, чтобы материальные блага, которые достанутся крестоносцам в случае успеха, будут захвачены главным образом кучкой их предводителей и венецианцев, в чём я, уважаемого болгарского коллегу, полностью поддерживаю. А вот за признание договора между византийским претендентом и крестоносцами высказался, например, Аббат де Лочедио. Напомнит ещё одно доверенное лицо папы. Он как раз высказался в том смысле, что захват Константинополь – это не только благое деяние, но ещё и хорошая база для атаки на Святую землю. Вот он как раз полностью повторял идею, которую высказали венецианские коммерсанты. Видимо, в доле был. Тоже не дураки, да. Видимо, в доле был. И вот тогда Вилордойм описывает очень трогательную сцену, когда часть войска, которая уже собиралась уезжать по домам или непосредственно в Сирию или в Египет. Вот тогда обе части воинства сошлись в некой долине, и бароны, стоявшие за поход на Константинополь, припали к стопам тех, кто противился этому, и сильно всплакали, и сказали, что с места не сойдут, пока остальные не дадут обещания не покидать их. Отлично. Всё-таки есть что-то в этой старорежимной публике, в дворянской, в аристократической выражаются красиво. Словом, крестоносцы, вот та часть, которая собиралась уйти, но не ушла, согласилась остаться в войске до 29 сентября 2003 года, т.е. до истечения срока договора с Венецией, включая отсрочку. После чего 24 мая 2003 года отплыли из Корфу, обогнули Пелопоннес и взяли курс на Константинополь. Вот тут уж мало кто помнит, сколько было взятий Константинополя. Взятий? Взятий. Наверное, я только одно знаю. Это их было два. Ну, когда турки напали. Нет-нет-нет, в рамках этого креста, походу, их было две штуки. Сейчас я их поочерёдно вам открою, это прекрасный ещё один урок волшебного мира Средневековья. Положение Константинополя и конкретно Алексея Третьего усугублялось тем, что к началу 13 века византийский флот практически утратил боеспособность. Т.е. вот та военно-морская мощь, которая в своё время была буквально доминирующей фигурой на Средиземном и Чёрном море, в общем, к этому времени превратился в какое-то такое очень эфемерное нечто, потому что часть кораблей сгнила просто и была непригодна к выходу в море. Часть кораблей прямо числилась в составе флота и вроде бы считалась боеспособной, но, как это говорят, в третьей степени пригодности. Т.е. без ремонта они вообще не могли выйти в море. Ну и где-то там 20% в самом деле содержались прилично и могли воевать. У нас же была просто кроха. Вот Никита Ханиад пишет, что адмирал Михаил Стрифон имел обыкновение превращать в золото не только рули якоря, но даже паруса и весла и лишил греческий флот всех больших кораблей. Что-то мне напоминает. Ну, недаром же бы Третий Рим-то. Когда Алексей Третий узнал о том, что флот Франков приближается, он велел поправить 20 сгнивших судов, потраченных червями. И что характерно, известно, что крестоносцы приближаются. Известны конкретные намерения. И вот давайте перечислим те провинции, которые прислали в помощь митрополии войска. Их нет. Т.е. нет ни одной вообще провинции, которая прислала бы воинский контингент на защиту столицы. Потому что всем эта столица была уже очень сильно не нужна. Отличная ситуация. И вот 23 июня Венецианский флот оказался на рейде Константинополя. Велардуэн писал так. Так вот, знайте, что они, т.е. крестоносцы, долго разглядывали Константинополь. Те, кто его никогда не видел. Ибо не могли вообразить себе, что когда-либо на свете мог существовать такой богатый город. Никто и представить себе не мог, если бы не видел собственными глазами и длину и ширину города, который главенствовал между всеми городами. Вот так, по самым скромным подсчётам, население Константинополя в это время равнялось приблизительно 200 тысячам человек. Сам город был обнесён минимум двойным обводом стен, иногда тройным обводом стен, имея мощные форты, в своём составе очень мощные башни. Словом, это город, во-первых, настолько защищённый и настолько населённый, что если провести просто мобилизацию лично граждан и вооружить их из арсеналов, то только один город мог бы поставить на стены где-то около 10-15 тысяч человек, не считая, собственно, воинских контингентов, которые там стояли, и именно в Варяжской императорской гвардии и т.д. Эти тоже там были, да? Да, конечно. Это, собственно говоря, единственный, кто вообще этот город в итоге защищал. То есть, конечно, все эти горожане, как бы они там не были вооружены, они в поле бы ничего не смогли сделать с рыцарской конницей, но на стенах совсем другое дело, туда на лошади не заедешь. Да. Бросать камни на бошке любой. Да, это не мешает вообще никак. Для этого какое-то большое воинское искусство не требуется. То есть, город вместе с профессиональными военными мог бы только один город вообще без участия всей остальной Византийской империи выставить где-то, наверное, 3-4 тысячи профессиональных военных и около 15 тысяч ополчений, т.е. 18 тысяч – это больше, чем было во всём крестоносном войске. Учитывая длину стен, безумную совершенно, и то, что его невозможно такими силами блокировать, какой был у крестоносцев, они могли бы осаждать его до сегодняшнего дня фактически. Просто взять его, просто невозможно было его взять такими силами. Они Сен-Жар-де-Арк осаждали 2 года, который в 10 раз слабее, чем Константинополь, просто потому что те, кто сидел внутри, собрались защищаться. Вот посмотрим, что тут теперь было. Во-первых, Алексей Третий выслал своего делегата, а делегатом был некто по имени Никола Росси. Т.е. это был человек из Милана, ломбардец. Мы просто видим, что в окружении императора уже огромное количество иностранцев, которые в том числе выполняют важные дипломатические функции. Внутри самого города был Итальянский квартал. Естественно, люди из Итальянского квартала в ответ на призыв в ополчение даже не пошевелились. Зачем еще? Ну и тут, конечно, что-то Алексей Третий заподозрил. Он заподозрил, во-первых, что он довольно зря находил папе. И он предложил уже лично баронам договариваться, что он предоставит все необходимое для продвижения в Святую Землю. Т.е. двигайтесь, пожалуйста, дальше. На что ему сказали, что мы, конечно, двигаемся дальше, а не раньше, чем ты сложишь себя корону. 5 июля 2003 года венецианцы взяли штурмом Золотой Рог, как раз взяли башню, которой запирали цепь над Золотым Рогом и пустили её, и отряды крестоносцев высадились в Галате. Это предместие Константинополя непосредственно. После чего атаковали укрепление столицы. И на следующий день воина Алексея Третьего, которых он выгнал буквально в поле... Ну, я даже не могу сказать, что было сражение какое-то. Они просто вышли в поле, увидели конницу перед собой, развернулись и зашли обратно. Т.е. сражение как таковое не состоялось. Ну, возможно, кто-то перестрелился из луков, из арбалетов. Какие-то такие были предварительные ласки. Вот дальше крестоносцы разделились на 7 штурмовых отрядов, на 7 осадных лагерей, которые каждый выставлял в штурмовую колонну. И начали вести приступ. Война длилась примерно 10 суток. Воевали против них... Ну, это, во-первых, наёмники лично императора Ромеи греки. Это, конечно, датчане с англичанами из Варяжской гвардии. И вот, что важно, пизанские колонисты. Потому, что вот кто оказался на стенах, так это непосредственно противники Венеции. Это, конечно, пизанцы. Вот они, да, они серьёзно сражались. Однако 17 июля рыцари смогли взойти на стены и завязалась схватка, которая закончилась тем, что, во-первых, взяли около двух десятков башен, примыкающих к ним стен крестоносцев. А потом, чтобы никто не смог подойти к ним с той стороны, со стороны города, они принялись кидать в город факелы со стен. И участок города, примыкающий к месту прорыва, загорелся. То есть, никто не смог прийти на помощь в итоге. Обороняющимся. А обороняющимся, что самое главное, не очень-то пытались обороняться, потому что Варяжская гвардия довольно-давно не получала зарплаты. И когда крестоносцы вышли уже, собственно, в город, отряды Василевса, которые увидели франков, просто начали разворачиваться и уходить. После чего Василевсу пришлось очень быстро убегать из города, прихватив те ценности, которые он мог прихватить. Ну, благо город, он просто гигантский по средневековому меркам. Он и сейчас-то даже, если посмотреть старый город Стамбул, он очень большой, его так просто пешком не обойдёшь даже, потому что ни один из крестоносцев ничего даже близко сопоставимого в жизни никогда не видел, потому что ну что такое какой-нибудь Марсель или, не дай бог, какой-нибудь Суасон или Каркасон, но там жило по 3-5 тысяч человек в это время. Так называемый город был. Это ещё большие города считались, потому что Каркасон – это большой город, он где-то примерно где-то так метров, наверное, ну хорошо, где-то около километра, метров на 500, вот так вот. Ну, это же чисто разница как, я не знаю, как между пришельцами, т.е. если там живёт 200 тысяч человек против трёх – они же все жрут, после этого они все срут, т.е. это надо вырастить, обеспечить подвоз, распределение, продажу, канализация… Очистка улиц… Застрелиться, да. Войска сидят, почта, я не знаю, государство, налоги, ремесло – застрелиться, нет. Никакого сравнения вообще. Там в Европе в это время был ровно один большой город, по-настоящему большой – это Париж, это аномальный совершенно город вообще в европейской истории, средневековый, потому что там вот к начало XIII века около 40 тысяч человек проживало, т.е. примерно как в нашем Киеве, тоже, кстати говоря, очень аномальный город по средневековым меркам, но 40-45 тысяч человек. Возможно, вместе с предместьями, потому что, понятно, есть, собственно, угороженный город и есть посады вокруг, возможно, 50 тысяч человек проживало, но, опять же, это не в одном месте, это вместе с посадами, а тут только внутри крестьян 200 тысяч человек проживает. Т.е. там нормальный европейец даже сориентироваться не сумел бы. А куда тут идти? Но никто, во-первых, не смог догнать императора, даже не знал, где его искать, поэтому Алексей III просто забрал ценности и с частью казны свалил из города. И 18 июля 1203 года слепого Исаака второго ангела вывели из оточения и привели во Влахернский дворец, где он был заново посажен на престол, и он тогда же объявил своим соправителем наследника Алексея IV, т.е. они получили сразу два императора, это было вполне в эзактийских традициях, когда один из императоров своего наследника объявлял соправителем, это происходило сплошь и рядом вообще. Причём для этого соправитель вообще не обязательно должен быть родственником, т.е. соправителем мог быть кто угодно, если император изволил его назначить таковым пожелал. Да, точно, 1 августа его назначили официально соправителем. И тут-то, конечно, Исаак II, который, конечно, много переписывался с Гогенштауфанами и, в общем, продолжал интриговать, но я думаю, что, сидя всё-таки в тюрьме, он до конца не был в курсе, какие обязательства взял на себя его сын. И вот тут-то папе рассказали, что, во-первых, придётся отдать 200 000 марок, во-вторых, я ещё лично немножко задолжал, если по векселям вот этим прекрасным людям, где-то ещё около 50 штук. И вот тут-то, конечно, уже несчастные греки попали под чужие обязательства, потому что то, что должен был Алексей IV, все остальные об этом были не в курсе, а казну, по крайней мере, известную её часть, только что уволок Алексей III и расплачиваться с гражданцами оказалось нечем. Да, сумели собрать 100 000 марок путём введения экстраординарных налогов, ну это же сумма какая-то просто нечеловеческая вообще. Но это в два раза меньше того, что обещали, то есть нужна ещё одна такая же нечеловеческая сумма, чтобы закрыть обязательства. Вот, то есть, пришлось идти на новый экстраординарный налог, ну а уж это, извините, не потерпело население. Потому что, ну, во-первых, конечно, когда законный император взошёл на трон, все вздохнули с облегчением, решив, что, наконец, безобразие, которое учинил Алексей III, прекратятся. То есть, этого банду геть, как Янукович его выпили из страны буквально, посадили нормального хорошего императора, а нормальный хороший император занялся в два раза худшими вещами, чем мерзавец предшественник. Естественно, народ, даже не народ, а знать, и купцы начали готовить восстание напрямую, тем более, что это дело подогрели сами франки. Потому что, так как им не платили, и видно было, что как-то и не очень-то собираются, по крайней мере, в обозримом будущем заплатить, они приняли всё, что нужно брать сами. Роберт де Клари очень трогательно описывает. Там было такое изобилие богатств. Так много золотой и серебряной утвари. Так много драгоценных камней, что казалось поэсидеть чудом. Как удалось свести сюда такое великолепное богатство? Со дня сотворения мира. Невидно и не собрано было подобных сокровищ, толь великолепных и драгоценных. И в сорока богатейших городах земли, я полагаю, не было столько богатств, сколько их было в Константинополе. И вот это всё принялись грабить. Ну, так как франки всё-таки были диковатые люди, они ещё раз умудрились устроить пожар в городе, который пришлось тушить всем миром. Никто, сообщает Виллар Дуэн, не смог бы перечислить ни ущерб, причинённый пожаром, ни имущество, ни богатство, которое там погибло, и было загублено. Не сказать о тех мужчинах и женщинах, которые там сгорели. Вот дальше Никита Ханиад образно выражается, что город превратился в безграничное вольное море при сильном ветре. Так вот это было по-гречески и витиевато сказано, это просто говорит о том, что там вот-вот готовился, готов был полохнуть бунт. То есть, плебс на новый бунт был уже не просто готов, они просто ждали свистка зелёного, трёхзелёных свисток. Да, ну а Алексей Четвёртый, сообразив, что казна пуста и новые налоги уже просто не собираются, отказался от своих обязательств перед крестоносцами. Говорит, оказалось, что нет денег, чтобы даже обещанным продовольствием всю армию снабжать. Ещё и продовольствие прекратили подвозить. Ну и тогда старый Дандола сказал Алексею Четвёртому, крестоносцы однажды вытащили тебя из грязи, теперь они снова толкнут тебя в грязь. Он, видимо, говорил пилигримы, скорее всего, он говорил, но тем не менее. Все всё понимают. В последних числах января 1204 года, ну, скажем так, в последнюю декаду, вот так, чтобы взять максимально широкий временной срок, наконец началось восстание. По этому поводу в новгородской первой летописи написано про зажжение Градное и пограбление Монастырское. То есть, восстание разгорелось настолько неожиданно и бурно, что даже во звание императора, который он там из Влахернского дворца рассылал, говоря, что больше налогов не будет, всё теперь будет хорошо и гораздо лучше, чем раньше, уже ничего вообще не помогало. То есть, разгорелось нечто такое, что буквально за сутки, буквально свежий избранный Исаак II и Алексей IV были свергнуты. А о сверках непосредственно ближайший советник Алексея III и его взять некто Алексей Дука. Алексей V получается Дука по прозвищу Мурзуфль, то есть, нахмуренный. Угрюмый. Угрюмый, да. Он был очень опытный царедворец, прямо скажем не бесталанный политик. И вот, наконец, банду ангелов вышвырнули и теперь посадили третьего, нормального императора. Эту банду тоже есть, понимаешь? Однако простой народ тут оказался несколько более неуправляем, чем можно было себе представить, потому что ровно на волне восстания простого ратника Николу Канова. Николу Канова избрали императором по сам народ. И оказалось два императора. Тут, конечно, вот в этот момент, вот именно в этот момент Алексей V показал себя настоящим нормальным царедворцем. То есть, было видно, что не зря его всё-таки короновали, потому что он пригласил Николу Канова во Влахернский дворец, предложив стать сопровителем. Тот как дурак явился, и ему отрезали голову. Правильно. Ну, и где-то примерно в то же время, когда убили Николу Канова, поймали Алексея IV и задушили его в тюмнице. А Исаак Старый Ангел просто не выдержал всех этих испытаний и помер сам от шока. То есть, справедливость непрерывно торжествовала. Справедливость безостановочно торжествовала. А вот дальше, конечно, Алексей V совершил трагическую ошибку, потому что пока это всё-то происходило. Он, во-первых, принялся укреплять Константинопольские стены. Там, где нужно было чинить – чинить, подновлять – не нужно подновлять. И, в общем, так у него это здорово получалось, что он предложил крестоносцам в течение недели убраться, в общем, куда хотят. Ну, словом, вон. А они? Нет, ну а, естественно, это Латидиан немножко расстроило, потому что как так? Куда это мы пойдём? Во-первых, вы нам должны… Нет, ну хорошо, не вы. Вы того, кто должен убили, но это же с вас-то обязательно не снимает никаких. Во-вторых, где обещанное подкрепление, где жратва, наконец? Что как ничего? Как нет ничего? Ещё и убираться? Ну и, конечно, это был вызов, потому что крестоносцы сказали, что если вы хотите, чтобы мы убрались, так сделайте, чтобы мы убрались. Тогда мы уберёмся. Накажите нас. Это, конечно, вот это был, конечно, очень недальновидный ход, потому что нужно было как-то со всем этим воинством договариваться, да, его нужно было удалять любыми способами, любыми обещаниями, потому что Алексей Пятый не понимал ровно одного – то что висит гигантский город, который только что поднял восстание и выдвинул народного императора после убийства народного императора в гробу видел Алексея Пятого, и теперь уже не только в провинции, а сам город не хочет, чтобы он там правил. Да, пока он ничего не может делать. Но как только начнётся война, никто пальцем не пошевелит, чтобы эту власть защищать. Кстати, тоже очень поучительный урок. Нельзя, чтобы власть превращалась в что-то, что хуже завоевателей или, по крайней мере, сопоставима с завоевателями, когда нет разницы – эти граббиток, я лучше посижу и посмотрю, потому что впрягаться за таких людей, ну никакого удовольствия нет. На это время в замке у Шефа, т.е. в лагере крестоносцев, происходили невероятно бурные события, а именно Энрика Дандола, Бонифаций Монферратский, Гуг де Сен-Поль и прочие замечательные предводители крестоносцев, да, естественно, же Фруадов и Лардуэн и прочие делили Константинополь, что кому достанется. И также прикидывали планы на будущее, потому что же то, что они захватят сейчас Константинополь второй раз, это было совершенно понятно. И нужно было как-то пойти дальше Константинополь, потому что столько замечательных городов, посмотрите, Фессалоники, Афины, Эдесса, чёрт возьми, это же всё можно забрать и даже более того обязательно нужно. Вот они занимались тем, что они как они это всё будут делить? Конечно, венецианцы не навязчиво напоминают, что мы нам ещё немножко должны. Тогда был избран координационный совет из 12 человек, 6 венецианцев и 6 рыцарей, которые... Вот ещё даже стены Константинополя стояли нетронутые, а они уже всё поделили конкретно. Император, новый император Константинополя получит титул, трон и четвёртую часть всех кварталов города. Соответственно, всё остальное разделят пополам венецианцы и остальные крестоносцы. Ну, там между собой как хотят поделят свою половинку. То есть, венецианцы молодцы, потому что они оставили фактически императору титул. То есть, да, имперская территория и крестоносная территория Константинополя вместе были больше, чем территория венецианцев. Ну, понятно, что, условно, 25% за императором, и от оставшегося 50% за крестоносцами. Итого – это больше, чем у венецианцев. Но венецианцы – это одна монолитная сила, а крестоносцы – это каждый сам по себе. Поэтому они оставили крестоносцам императора титулом фактически без возможности управлять. И, по крайней мере, без основной массы налогов. Потому что все эти налоги, повторюсь, будут распалены по куче сеньоров. И вот 9 апреля 1204 года, это и Виллордой написывает, Роберт де Клари, был предпринят морской штурм города. Но он был организован не очень хорошо и, самое главное, не учитывал погодных условий, потому что, во-первых, поднялось волнение, а, во-вторых, ветер дул от города. То есть, приходилось на вёслах подгребать к башням и стенам, после чего удержать там корабли было никак нельзя. Ну, просто потому что волна подкатывает и откатывает, и корабль оттаскивает от стены. А потом бьёт его об эту самую стену. И очень много народу погибло, просто перепрыгивая на башню, не долетая на них или оказываясь в одиночку против пизанцев, англичан и датчан и греков, которые наёмники сопротивляли всё-таки ещё. В новгородской первой летопись написано, что было перебито около сотни латинян. В новгородской первой летопись написано, что было перебито около сотни латинян. Опять же, вот новгородская первая летопись – это удивительный памятник, потому что он вот вроде бы совершенно другой земли, издалека, но он так точно и подробно всё описывается. Понятно, что это или сам человек видел, или писал со слов тех, кто непосредственно там присутствовал, потому что русские купцы, повторюсь, там находились на постоянной основе с X века. То есть, первый штурм не удался, и через 3 дня, 12-го числа, был предпринят новый, на этот раз комбинированный штурм. Венецианцы удалили с моря, а крестьяносцы – с суши, уже по отработанной ранее в первый раз схеме. И вот этого-то штурма выдержать грекам не удалось, потому что те силы, которые были внутри города, невозможно было растянуть на такую территорию. То есть, в каждом месте оказывалась довольно слабая группировка, которая гарантированно не могла удержать крестьяносов. То есть, да, в каких-то местах штурм отбивали, но где-то франки закреплялись на стенах и продвигались вперёд. Ну, конечно, тут я не могу сказать ничего плохого, конкретно про воинское мастерство европейских рыцарей, потому что, ну да, там мало народу, но это же стены невероятной мощности, просто невероятно. Просто залезть, даже если тебе там никто не мешает, особенно в доспехах, как-то уже зачешешься. Ну, просто потому что, если ты упадёшь с лестницы, тебя потом ни одна больница не соберёт, а упасть можно запросто, даже если тебе не помогают. А там могут помогать. Даже один человек с топором, который сидит за крепостым зубцом, а ты в это время лезешь, перебирая руками, ты же нормально, защищаться не можешь. А он тебе как даст по черепу этим топором? Ну, и там с огромной вероятностью он попадёт. С огромной вероятностью. Какой бы ты там фехтоварящик не был, ты просто в крайне невыгодном положении, потому что он-то стоит на двух ногах и целится. А за первым обводом стен, второй обвод стен, т.е. нужно, во-первых, слезть с этой стены или бежать до ворот до следующих, пытаться их вышибить, при том, что тебя сверху с двух сторон будут стрелять, как в коридоре, или перетаскивать штурмовые лестницы, при том, что опять ты стоишь на нижней стене, и со второй в верхней стене тоже стреляют безостановочно. Опять же, да, их может быть там немного, но когда лично в тебя летит 2-3 арбалетные стрелы... Одной может оказаться достойно. Да, и как-то про всех остальных ты уже не будешь думать. Тебе лично это очень неприятно. И вот нужно переносить лестницу, спустить её вниз, поставить и заново штурмовать. Вот они, однако, умудрились примерно к 13 апреля за сутки штурма прорваться за стены и открыть ворота, после чего в ворота въехала конница уже. Как описывает Роберт де Кларе, это очень ценный источник в качестве антропологического источника, т.е. военной антропологии, что испытывал рядовой участник штурма, когда они оказались за полным обводом стен уже в городе, а все хором остановились и не могли сдвинуться с места, потому что думали, что сейчас вот все эти люди, которые есть в городе, бросятся на них. А если они бросятся, то на этом, в общем, всё. Хорошо, если удастся живыми уйти. Постояв некоторое время, отдышавшись, крестодосцы обнаружили, что нет ни баррикад на улице, никто в них не стреляет из окон, никто не кидает черепицы с крыши, вообще ничего не происходит. Вот так подфартило. Вот свезло так свезло, да. Ну, дальше, конечно, дальше начинается спекуляция, конечно, потому что говорят о том, что в городе устроили страшную резню и просто там перебили какое-то чудовищное количество людей, об этом пишут Никита Ханиат. Понятно, он грек, он там был, он чудом унес, но не оттуда. Потому что он предвзят, безусловно. Потому что если мы посмотрим на, например, Анони Бейсхальберштадта, а это, повторюсь, человек, который писал прямо со слов епископа, который там был, он говорит, что там было убито не более 2000 человек. То есть, это, конечно, кто-то говорит, что мало, как это каждый десятый, извините, пожалуйста, каждый сотый, извините, пожалуйста, всё это очень много. То есть, да, резня была, но, конечно, говорить, что там вырезали весь город, но это нет, это, конечно, это не просто преувеличение, это было бы преувеличение грехов католической церкви, которые так велики, совершенно сверх абонемента. Зачем это надо делать? Уже 2000 человек – это страшная цифра, совершенно страшная цифра. Тут же опять нужно отчётливо обозначить, где эта резня происходила. В первую очередь бросились резать. Во-первых, в еврейский квартал. Во-вторых, в мусульманский квартал. Ну, они всё-таки же против мусульман создались воевать, а вот они. То есть, о топографии города к тому времени имели детальное представление, потому что они там просто уже побывали один раз. В мусульманский квартал, в еврейский квартал и к пизанцам. Венецианцы наведались. И, конечно же, принялись грабить церкви. И вот церкви-то грабили в первую очередь не рыцари, а епископы, которые были в свойском. То есть, конечно, рыцари там тоже занимались чем попало, естественно. Просто нет. Основное ограбление христианских святынь в Константинополе производили представители римской католической церкви. Ну, опять же, кто представляет себе епископ – это такой человек в смешной шапке, с таким, значит, посохом этим, с пастырским. Нет, это всё были поголовно. Всё это были не просто дворяне, а аристократия. Причём, аристократия военная. Они были точно так же в доспехах, со шлемами, опоясанные мечами, всё как положено. Вот эти епископы, они нормально, как боевые мракобесы, лезли на стены и шли в атаку. Молодцы. Вот. И точно так же они бросились грабить. Христиан – это важно, да. Да. То есть, к тому времени не было, наверное, ни одного, хоть сколько-нибудь значимого монастыря в Европе, который не имел бы каких-то святынь, вывезенных из Константинополя. Потому что, во-первых, конечно, вывозили святые мощи, разнообразные и прочие святые реликвии. Потому что это же не просто прикольная штука. Туринскую плащаницу тогда притырили, нет? Она там где-то над воротами была замурованная. Вот. Это же не просто прикольная штука. Это… 18 голов сертифицированных и олана крестителя. Я одну видел. В городе Шартре, она там за стёклышком, я видел мощи Святой Магдалины, там какой-то этот… Кусок пальца. Кусок пальца. Фаланга от пальца был разочарован. А голова Иоанна крестителя, как надо, там пол черепа отпилена. Производит странное впечатление. Ещё у них были покрова Богородицы в этом, в Шартре, в соборе. Когда французский пролетариат восстал, попы быстренько порвали их на три куска и спрятали в разных местах, пролетариат два нашёл и уничтожил. А третий не осилил. Я подозреваю вместе с попами, да. Когда вот я под рассказом о советской власти очень люблю читать про французскую революцию. Да. Ну, в общем, вывезли невероятное количество святых мощей и артефактов. А это, повторюсь, не просто прикольная штука – это то, что теперь называется аттракцион, т.е. то, что аттрактив, то, что привлекает публику, а значит, это будут паломники, это будут деньги. Деньги, да. Вот этот как раз епископ Мартин, он, как говорят, вернувшись домой, вёз перед собой телегу. Телегу с ништяками. Молодец. Ну и, конечно, вот что нельзя вообще простить никогда, наверное, в мировой истории вот этим парням, и Римской католической церкви, которая возглавила данный поход – это уничтожение, наверное, 90% антического наследия, которое сохранялось в Константинополе со времён настоящей Римской империи. Потому что кое-что утырили венецианцы. Вот эта знаменитая квадрига, которая сейчас стоит в Венеции – это произведение ещё античного скульптора. Это не она, кстати. Она настоящая спрятана. Не, наполятно, что, естественно, настоящая-то уже, кстати, теперь на солнышко не выставляют. Её потом Наполеон у них подрезал. Ой, да там вообще её кто только не подрезал. Она пропутешествовала произрядно, потому что, во-первых, сначала её подрезал Александр Македонский, потом её подрезали римляне и отвезли в Рим, потом её из Рима забрал Юсениан, потом она оказалась, собственно, у входа в ипподром. Потом её утащили в венецианцы, потом в венецианцев её утащил Наполеона, потом её утащили у Наполеона обратно после падения в 1814 году. Натурально переходящее знамя. Да. Сам собор Святого Марка прекрасен. Я когда приступил к изучению, он такой красивый, но какой-то странный. Он облицован какими-то плитами зелёными, розовыми, жёлтыми. Понимаешь, там же вроде Италия, у них у всех со вкусом и дизайном такой порядок, что и сейчас-то оттером берёт, а тут что-то непонятное. Только оказалось, что это могильные плиты из Константинополя, вот, натащено и красиво облицовано. Расставлено в разном порядке. Здорово придумали, да. И колонны у стоят, они их тоже приволокли. Третью утопили возле причины. По дороге. Так и не подняли. А две стоят. Там провинившихся венецианцев вниз башкой закапывали живьём. Всё ворованное, абсолютно вот всё, всё притыренное. Не, ну я говорю, что венецианцы ещё молодцы в том смысле, что они догадались это притырить. Да. Потому что Франки просто... Ну, например, там была статуя Геры золотая. Смотреть надеешь, что ли? Её просто порубили на куски, переплавили и обратили в звонкую монету. Да никому даже в голову не приходило, что она в сборе стоит не просто дороже, а караул насколько дороже. Была сожжена Константинопольская библиотека. Молодцы. То есть, вот то античное и, собственно, византийское наследие, которое мы сейчас могли всё изучать, все хором, мы теперь не можем изучать психоором просто потому, что его физически нет. Уцелели там какие-то крохи меньше процента, которые удалось вытащить. Козлы. И по этому поводу Пол Риан такой, был французский историк, он прямо издал, по-моему, двухтомную книгу, которая так называется список священных трофеев из Константинополя, т.е. вообще не стесняясь. Ну, трофеи же. Священные. В бою взяли. Ну, священные трофеи, ну что теперь. Да, Гера Самосская. Собственно, эта статуя была уничтожена. Собственно, Лисиповского же Геркулеса уничтожили. Лисип – тот самый скульптор, который квадрику сделал. Уничтожили Лисиповского Геркулеса. Т.е. урон мировой культуре вот там, конечно, был нанесён сопоставимый с разорением Рима в V веке. Может, даже больше, потому что Рим существовал как столица несколько меньше, чем Константинополь, всё-таки это ещё плюс 800 лет накопление культурных богатств. И это, конечно, был чудовищный удар вообще по всей христианской Айкумении. Я имею в виду, конечно, восточная христианская Айкумения. Потому что когда в 1204 году новгородцы увидели, что там произошло, и вот это вот сказание о разорении Царьграда – это фактически предвестник апокалипсиса буквально для всей Руси. Т.е. это произведение было известно не только в Новгороде. Потому что, во-первых, конечно, Константинополь – это, как раньше Рим, был урбис и торби. Т.е. город и вселенная одновременно. Потому что все... Вот как раз всё происходило в царствовании, в княжении великого князя Всеволода Юрьевича в Суздале. Вот Всеволод был великим князем. Был великий князь какой-нибудь Андрей Богорюбский до него. В это время Константин Рюрикович какой-нибудь там князь был. Рюрик Ростиславович. Кто угодно. Вот все они знали, что есть империя и есть император, который является, самое главное, держателем православной вселенной. Это катехон, который удерживает вообще мир от предшествия антихриста. И вот этой империи буквально в течение месяца не стало. Раз и нету, и нету императора, и нету... Да, остался патриарх, императора нету, предстоятеля за него. И вот ровно после этого у нас вся наша территория вот буквально оказалась в идеологической пустоте. Это нельзя забывать, потому что вот предшествие монголов было воспринято как то, что было предрешено в 1204 году. Это были всадники апокалипсис, о котором по большому счету даже сопротивляться грешно. Ну, потому что, если уж конец света, то уж это, наверное, Бог так распорядился. А если вы против Бога, это чего? Это вы с ума сошли, что ли? Поэтому, конечно, удар был ещё и идеологически безумной силы. Ну и, конечно, да, тот путь из варяг в греки, который всё ещё функционировал, ну, потому что и варяги остались, и греки остались, а также удобный Днепр, по которому можно было что-то перевозить. Он затерел ещё больше просто потому, что во время этой войны безумной, которая разгорелась сразу после этого, там просто стало не с кем торговать вдруг. Нечего стало оттуда вывозить, нечего стало туда возить в силу падения платежеспособного спроса. То есть, ещё был, конечно, и страшный финансовый удар, в том числе и по Руси. То есть, вот одним этим движением буквально Папа Римский сделал всем здорово. И венецианцы, конечно. Ну, дальше поделили землю, как решились. То есть, венецианцы получили половину Константинополя, помимо 50% крестоносных, был выбран император, а императором почему-то не стал Бонифаций Монферратский. А он-то как глава всего предприятия, естественно, на это рассчитывал, потому что а кто же ещё, кроме него? Нет. Императором выбрали Болдуина Фландерского. И он стал утверждённый Папой Римским, императором Константинополя. То есть, Папа Римский, узнав, что там вообще было сделано, сказали, ладно, что тебе обратно его сдавать-то в Константинополь? Нет, зачем? Всё теперь, не отыграешь назад. То есть, данное святотатство, а это было именно святотатство, потому что разграбление христианских церквей в любом случае это было святотатство, потому что грабили-то не только православные церкви, т.е. схизматические церкви, а грабили церкви, которые были построены и освящены до раскола, а это значит, что они не прикосновены для христиан абсолютно. Нет, грабили всё, в том числе и то, что было до раскола. Папа Римский это святотатство подписал тем, что он благословил императора на царство. Бонифацию, если не ошибаюсь, остались Фессалоники всего лишь. Второй по размеру город империи. Тоже неплохо. Но он, конечно, затаил. Собственно, как это вы себе видели? Я венецианцев уговорил вас не уморить голодом на острове Лидо. Я за вас договорился с Папой Римским, чтобы вас от церкви не отлучал. Я вас все, в конце концов, организовывал приволок под Концентинополь, мы его под моим руководством два раза взяли, между прочим, самую сильную крепость известного мира. Я раз, и мне какой-то второй город по значению. А почему так? Т.е. естественно, чувствовал себя обиженным. Не, ну почему его не избрали, это понятно, потому что он был самым влиятельным и сильным из всех хрестоносцев. Т.е. если бы он с этим влиянием сел бы ещё и в Константинополь, всем остальным бы ничего не досталось. Поэтому вполне естественно, что его это от греха подальше, пока было можно, подвинули. Но это имело известные последствия, кстати говоря. И, конечно, сразу они занялись ровно одним – они принялись захватывать землю вокруг Константинополя, потому что каждой этой сволочи в кольчуге нужно было по куску земли. И вот тут они не учли одного фактора, что их недавние друзья, ну, по крайней мере, естественные союзники – болгары, которые были очень довольны тем, что крестоносцы раздолбали в конец Бизантию, потому что стало возможным ещё от неё кусок оторвать. Они вошли с ними в непосредственное соприкосновение и из естественных союзников немедленно превратились в естественных противников. А вот к болгарам-то тут же побежали все греки, которые были наслышаны о том, что произошли в Константинополе, и чтобы с собой такое произошло после Константинополя, они совершенно не хотели. Тем более, что уже вслед за Константинополем было взято несколько городов, где себя франки тоже не стесняли ничем. То есть, ещё это было молвой приумноженное, естественно, греки из провинций побежали все помогать болгарам. Против крестоносцев. И вот 13 апреля 1205 года с умасшедших совершенно размером войска крестоносцев принялось осаждать город Адрианополь. Что это сейчас? По-моему, так и называется Адрианополь, если не ошибаюсь. И? Я в карту посмотрю. Да. Это, собственно, то самое место, где в своё время первый раз разбили Святослава Игоревича греки. Вот буквально там же. Туда пришли болгары. И вот тут-то крестоносцы поступили прям как настоящие мастера войны и всё такое. То есть, когда я говорю «сумасшедшее войско», там было около 400 рыцарей всего под этим городом. У них, считай, конечно, пехоты. Часть рыцарей во главе с маршалом Жуфруа де Виллордойном осталось стеречь город, чтобы гарнизон не вышел. А остальная часть во главе с императором и Луи де Блуа, Людовиком де Блуа вышла навстречу болгарам. То есть, 300 рыцарей, 300 тяжёлых конниц. Ну да, понятно, с оруженосцами, с какими-то наёмниками. Возможно, их было тысячи этой самой тяжёлой конницы. Может быть, там 1100-1200. Вот не больше. Плюс какая-то часть пехоты. Это было меньше, чем одних наёмников-половцев было у царя Калаяна. То есть, у них только половцев было больше, чем всего войска крестоносцев. И они умудрились, во-первых, пересраться. Во-вторых, это прямо пишет Жуфруа де Виллордойн, когда лагерь принялись обстреливать куманы, половцы. Произошёл великий беспорядок, и часть наших бросилась на половцев. Ну, после чего половцев, конечно, ударились бежать. А рыцари за ними погнались, после чего их многих ранили, и ранили многих лошадей. И тогда они вернулись. И, как это охланув, было признано, что данное действие было очень глупым. Что-то мы протупили, сказали все, почёсываясь. Что-то мы протупили. И тогда был собран военный совет, где было постановлено, что теперь всё войско будет стоять вместе, и ни один не шагнёт вперёд без приказа. И 14-го числа, когда была угроза снова нападения лёгкой половецкой конницы, вот опять Виллордойн пишет, и как же по-другому стали действовать мы против разумных решений вчерашнего военного совета? А именно Луи де Блуа вывел свою часть войска где-то около 100 рыцарей. Ну, считай, треть войска, там где-то, наверное, 400 тяжёлой конницы, включая сотню рыцарей, и в одиночку атаковал всё войско болгарского царя Калаяна, к которому, повторюсь, примкнули провинциальные войска Византии. Не просто меньше, а их просто катастрофически меньше. И он просто туда уехал в эту далёкую даль, а прямо вслед за ним собрались и поехали войска императора Балдуина. То есть, двумя волнами, их и так меньше было, они двумя волнами поехали в атаку. Естественно, Луи де Блуа окружили, ранили, и в конце концов, унатран умер. А император нормально поскакал в атаку, снова они увидели половцев, поскакали за половцами, как это описывает Джо Фрадо Вилару. Поскакали два лет, т.е. 8 км, после чего я вам однозначно говорю, что любую тяжёлую лошадь под всадником в доспехах можно будет выжимать. Т.е. она после такой скачки 8 км – это значит, что тяжёлая крупная лошадь не только убежать ни от кого не сможет, она даже атаковать не сможет, т.е. её придётся отшагивать по воду и поить, чтобы она просто пришла в себя. Это же не пони смерти половецкая, которой всё равно. Естественно, после этого вся эта братья, а именно болгары, греки и половцы, обрушились на крестоносцев, императора взяли в плен, и он в плену умер в итоге. Удачно выступил. Его вообще даже не думали отпускать после этого. Т.е. там погибли, наверное, почти все герои взятия Константинополя под Зрианополем, т.е. там где-то две трети войска просто пропало сразу. Часть, правда, да, опытный человек же Фруадо Вилардуэн всех беглецов собрал в лагере, остановил бегство и в полном порядке отвёл в Константинополь, т.е. их не перебили из-за него, потому что он конкретно всех организовал и просто спас. Т.е. он забрал чуть... Да, надо ли говорить, что пехота вообще не принимала участие в мероприятии, хотя она была. Т.е. как нечто бесполезное её оставили, хотя именно пехота, как мы знаем, могла бы прикрыть от лёгких лучников. Да, ну дальше единственное, что вот, конечно, вот дальше греки немного не рассчитали, помогая Калаяну чуть-чуть. Но об этом чуть позже, пока просто обозначим, что просто провинциальных византийских войск вполне бы хватило, чтобы вытоптать всех этих крестоносцев. Ну просто их было настолько больше, чем эти вот горстки, которые приехали из Европы, что их вполне... Если бы они хоть попытались бы спасти столицу, их бы там всех похоронили. Т.е. спаслись бы только венецианцы и те, кто успел попрыгать на корабли. Это вот показало конкретно битву под Адрианополем. Потому что да, эти вот тысячи тяжёлой конницы, которая конкретно была во время осады Константинополя – страшная сила. Если она правильно организована и переменена тогда, когда нужно. А у них даже единого командования невозможно было организовать, как выяснилось. Тут, конечно, греки не рассчитали. В том смысле, что они когда бросились помогать Калаяну, они думали, что он на их стороне. Нет. Калаян был на своей стороне. Причём в истории он остался как Калаян рамеебойца, потому что он сразу занялся тем, что да, вот он устранил крестоносную опасность, и он принялся завоёвывать греческие города. Причём там он себя вёл ничуть не лучше, чем крестоносцы, а может быть даже местами и хуже. Ну и тогда все греки, которые только что ему помогали, они к кому бросились? Они бросились к наместнику императора Анрии в Константинополе с моплями «спасите нас от болгар». И, в конце концов, греческие провинции вынуждены были заключить временное соглашение с крестоносными провинциями и вместе бить болгар. Ну а сама Латинская империя, которая была образована на месте завоёванных греческих земель, просуществовала до 1261 года. А там что случилось? А там случилась палеологовская реконкиста, т.е. палеологи просто вышибли крестоносцев из Константинополя. Но куски территории, которые крестоносцы взяли, не считая Метрополии, они вполне себе остались и местами прожили до конца XV века, пока их турки не отобрали. Вот, например, герцогство Афинское – там такое семейство Ачиайолли в итоге правило, итальянское, с очень красивыми надгробиями, просто великолепными вообще. И вся эта территория стала вообще местом пребывания разнообразных авантюристов буквально со всей Европы, начиная с Испании на данных землях. В общем, там было много интересного. А вот Византия, несмотря на прелоговскую реконкисту, так никогда вообще от этого удара и не оправилась, потому что и территориальные приобретения, и политический вес, и экономика – всё было подорвано так, что да, византийцы умудрились продлить своё существование ещё на 200 лет. Но это уже никогда не была та Византия, какой мы её знаем как наследница настоящей Римской империи. Печаль. Ну и тем самым облегчили задачу туркам, да? Безусловно. Ну потому что, когда турки пришли, это же всё-таки уже вторая половина 15 века, а стены Константинополя – это были, да, мощные стены, но это были средневековые стены, которые не были вообще рассчитаны на противодействие тяжелоартиллерии, именно пороховой артиллерии. То есть, не готовились. Да. То есть, их просто не на что было перестроить и укрепить так, чтобы они могли бы сопротивляться пушкам. То есть, они их поддерживали более-менее в каком-то порядке, но они просто отстали от времени навсегда. Опять же просто потому, что перестроить крепость размером с Константинополь – денег у империи просто уже не было. Если бы это была настоящая империя, конечно, они бы подготовились несколько иначе. Но так как это были обрывки жалкие от империи, то уже как бы никаких шансов не было. И именно Европа, благодаря тому, что турки завоевали, османы завоевали Византию, завоевали Константинополь, они невероятно усилились, и после этого до конца 17 века европейцам пришлось от турок отбиваться со страшной силы. Да, вены доходили? Да. Вот примерно такая история. Да, ну и, конечно, это было, как я уже сказал, окончательное оформление, фактическое расколо между восточным и западным христианством. После такого дружить уже было невозможно. Да. Молодец, папа! Интересно, как издалека-то всё видится, а? Чего вы там волки позорные затеяли и как? Сволочь! Все они там такие. Священный вертеп, Лео Таксиль. Отличная эфтига проримских пап. Ну а для меня, конечно, самое поучительное – это всё-таки история самой Византии, которая наглядно показывает, что происходит, когда правящий класс замыкается в себе и отрывается от народа, когда народ просто больше не видит никакого смысла в том, чтобы хоть как-то участвовать в жизни этого самого правящего класса, ну потому что он не участвует в позитивном смысле, не как в жизни народа. Приходит горстка каких-то упырей, вот просто горстка упырей, и вся империя под них складывается. Вот буквально вот так вот. Печально. А как не допустить? Так нужно, чтобы правящим классом было большинство населения. Только классовый подход спасёт нас. Всех. Вообще всех. Спасибо. Стараемся. Мощно. Это поглавнее, чем первый крестовый поход. Пожалуй, что самый главный. Да, это точно. Ну на самом деле это было последнее удачное выступление, хоть сколько-нибудь удачное выступление крестоносцев, потому что в дальнейшем все эти походы деградировали до мышей. Ну уже ни денег, ни личного состава. Ни интереса особого. Не пойми чего-то. Круто. Круто. А на сегодня всё. Вы прослушали лекцию Клима Жукова. Теперь я предлагаю вам посетить канал в Ютубе «Ларгейм Рус. Солдатики и моделизм». Там мы размещаем видео военно-исторической направленности. В своих работах мы подробно разбираем экипировку, комплектование, тактику боя, армий различных эпох. Вы сможете ознакомиться с армиями Троянской и Северных войн, хетов, греков, македонцев, евреев, Рима и Карфагена и других. Также у нас вы найдёте обзоры на книги военно-исторической направленности. Я являюсь коллекционером и с охотой покажу вам свою коллекцию военно-исторических мини-одёрг. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал «Ларгейм Рус. Солдатики и моделизм». Жми сюда и смотри интересное видео.